МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До дня победы Управлению соцзащиты предстоит обследовать более тысячи квартир ветеранов и определить, кто нуждается в улучшении жилищных условий, а кому необходимо сделать ремонт. Финансирование предполагается по федеральной линии. На сегодняшний день готово уже более 120 актов. Это только один из пунктов обширной программы. В мае как на городской доске почета, так и на районных разместят портреты участников боевых действий. И в торжественной обстановке вручат более 8 тысяч юбилейных медалей 70-летия Победы. К 9 мая предусмотрены персональные поздравления и выплаты от президента страны. А на разовую денежную помощь из городского бюджета планируют выделить 46 миллионов рублей. Это от 10 тысяч рублей за особые заслуги инвалидам первой группы, 9 тысяч – вторая, 8 тысяч – третья. И так дальше минимальное, которое мы предлагаем, это 1 тысяча рублей, там большое количество наших граждан. Что касается медицинского обслуживания ветеранов, в Управлении здравоохранения докладывают, в здравницах готово 220 коек для диспансеризации и оказания как срочной медицинской помощи, так и профилактических медосмотров участникам и инвалидам боевых действий. По состоянию на 27.02.2015 год осмотрено 1382 инвалида ветерана Отечественной войны. В 2014 году слухопротезированное по медицинским показаниям выполнено 169 ветеранам. Это 100% отнуждающихся. По состоянию на 27.02.2015 года очереди на слухопротезирование нет. Имплантация хрусталика ветеранам Отечественной войны проводилась в рамках выделенных направлений на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Но с ноября 2014 года вмешательства стали проводиться на территории городской больницы номер 1, прооперировано 148 больных, в том числе 30 ветеранов Великой Отечественной войны. Еще 47 направлено в высокотехнологичное лечение по профилю офтальмология. Что касается плана культурно-массовых мероприятий, в него постоянно поступают дополнения. За неделю добавилось 32 пункта. Прием заявок завершается 1 марта. Акций заявлено более 20. Однако Оргкомитетом в Москве согласовано 6 общероссийских. Организация региональных мероприятий будет лежать на инициаторах проведения, а официальные следующие. Это бахта памяти, это поисковая работа, это региональные акции «Вспомним всех поименно», это информация на телеэкранах, это видеоролики с именами погибших, которые мы должны запускать в средствах массовой информации. Это наша акция «Всероссийская Георгиевская ленточка», это акция «Бессмертный полк». Общественная акция «Стена памяти» переименована на последнем заседании Оргкомитета и получила название «Общественная акция «Народная победа» и праздничная акция «Солдатская каша». В Севастополе в настоящее время 310 памятников. Управление ЖКХ готовит акты обследования состояния. За организациями и предприятиями закрепят ремонт и благоустройство монументов и братских захоронений. Жители Гагаринского района обеспокоены ситуацией в сфере развития социальной инфраструктуры. Наиболее важные для 5-го микрорайона вопросы обсудили 27 февраля во время депутатских слушаний. Обсуждение коснулось вопросов строительства и ремонта дорог, освещения и благоустройства придомовых территорий, а также озеленения. Есть в развитии этого микрорайона свои особенности. Некоторая отдаленность от центра города, а в связи с этим транспортные проблемы. Есть, конечно, проблемы, которые связаны с озеленением микрорайона, поскольку больше жилищное строительство предполагалось, но скверы, или хотя бы один сквер или парк, это пока предусмотрено не было. К сожалению, с водообеспечением вопросы об устройстве дорожного полотна и масса других проблем, они очень острые и вот есть специфичные для этого микрорайоны. В завершении слушаний депутаты направят документы в правительство Севастополя для разработки плана мероприятий по проблемным вопросам. Антибиотики, глазные капли, противовирусные таблетки и другие препараты. Медикаментозная гуманитарная помощь для жителей Юго-Востока Украины уже готова к отправке. Это четвертая по счету акция информационного канала Севастополя и газеты «Политнавигатор». Раньше в «Горящей точке» доставляли в основном продукты питания и теплую одежду. Но на сегодняшний день велика потребность в лекарствах, особенно для детей, отмечают волонтеры. Мы собрали медикаменты именно для детей, именно те медикаменты, которые попросили собрать доктора, именно оттуда. Причем сказали, что соберите, пожалуйста, медикаменты, которые не слишком дорогие, которые надежные, проверенные. Главное, чтобы довезли. Довезем. Уже не в первый раз. Пресс-служба прокуратуры сообщает. 3 марта с 2 до 4 часов дня прокурор Севастополя Игорь Шевченко будет проводить прием граждан по адресу площадь Нахимова, дом 1. В морской библиотеке имени Лазарева представили книгу севастопольского писателя Николая Шестакова «Хроника крымской трагедии». Документально-героическая повесть создавалась в течение полутора лет. В основу легли события героической обороны и освобождения Севастополя в период Великой Отечественной войны и до Крымской весны. В книге представлены редкие документы, фотографии из архивов Гатчины и Севастополя, некогда имевшие гриф «Совершенно секретно», а также воспоминания фронтовиков. «Хроника крымской трагедии» посвящена партизанам и подпольщикам, всем героям суровых военных дней. «Мне интересно писать больше о Севастополь, о людях, потому что о рядовых никто не писал. Но надо герои, кто бы герой войны не маршал, маршал с собой, а кто поднимал, кто с ружьем ходил, кто в атаку, это матросы, солдаты, вот кто ходил. Поэтому, конечно, надо писать о них, чтобы знали их поименно». Севастопольские самбисты продолжают подготовку к главному старту этого сезона – Национальному чемпионату России, который пройдет в Санкт-Петербурге с 6 по 11 марта. Федерация самбо Севастополя впервые проводит подобный учебно-тренировочный сбор. В нем принимают участие 15 самбистов и 3 тренера. «Это самый главный старт. Первый старт – это был Крымский федеральный округ, на котором наши спортсмены, самбисты, отборолись. Тем более, отборолись хорошо. Мы сейчас ведем команду. Давно такого не было, что 8 человек ведем бороться». Ежедневно в течение двух недель спортсмены проводят по две тренировки в спортзале второй спортшколы Олимпийского резерва. «Именно этот сбор к чемпионату России по самбо организован очень на высоком уровне. Это начиная от питания до фармакологических, какой-то поддержки, полностью экипировка и так далее. И тренерское сопровождение очень на высоком уровне. С нами работают наши старшие поколения, чемпионы многократные, призеры мира передают нам свой опыт. Поэтому команда находится в полной боеготовности, как говорится. И я думаю, что мы очень скоро привезем сюда, в наш город, медали чемпионата России». В костях севастопольской сборной – опытные самбисты, мастера спорта, победители крупнейших международных форумов в самообороне без оружия. «Я считаю, что сбор наших самбистов перед чемпионом России по самбо проходит плодотворно. Люди отдаются на все 100%, потому что понимают, что соревнования серьезные. Тем более в составе России это первое соревнование. Мы провели двухнедельный сбор, нагрузки уже спали. Сейчас люди подходят уже конкретно к соревнованиям, кто подгоняет вес, кто дорабатывает технику, как бы и в стойке, и в партре, там посадка, отточка на болевые приемы». На Всероссийском чемпионате выступят 8 севастопольских спортсменов. Арсений Ковалевский, Владимир Милянский, Дмитрий Долгов. Информационный канал Севастополя. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Следующий выпуск новостей уже менее чем через час. Не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон»